Который раз ловлю себя на этом впечатлении, что ездишь на новом автомобиле. Вот почему я и беру автомобили такие качественные, люксовые. Они сделаны добротно и практически очень мало чего теряют со временем. Более того, когда я начал ездить на этом автомобиле, он сам с Америки, то расход бензина был где-то 16 литров. По мере того, как я ездил, возможно у меня манера езды совершенно иная, потихонечку стал сокращаться расход бензина. И вот показывает 12,7 литра. Что весьма радует. Где-то вот я езжу в Москву и мне выходит, что за раз я заправляюсь на 630 километров. Что очень и очень хорошо. Ну вот здесь мы остановимся. Температура в градусах Фаренгейта, вот где-то 71-73. Это как раз где-то 20, в районе 23 градуса. Значит, вот забортный компьютер показывает 22 градуса, что у нас есть. Далее, вот как раз я говорил, средний расход бензина 12,7 литров на 100 километров. Великолепно. Это показывает расход бензина мгновенный на данный момент времени. Это сколько у нас в баке бензина осталось на километров пути. Средняя скорость, с которой я передвигаюсь и по трассе, и по городу. В целом так вычислили. Что такое вот это, я не знаю. Это тоже не знаю. Насколько я понимаю, это время, которое я проехал. Как-то она там меняется сама. И, наконец-то, температура часы. И вот это СВ. Я тоже не заморачиваюсь, не знаю, что это, что это и как это. Температура регулируется таким вот образом. Весьма удобно. Отключается. Здесь в зависимости от того, куда мы хотим направить. Обдув воздуха на стекло лобовое или назад, на заднее стекло обогреваем. Что касается приемника, то, так как машина американская, частоты там совершенно иные. И пришлось перепрошивать радиолу, для того, чтобы она более качественно брала радиостанции российские. Далее у нас имеется бардачок. Здесь можно поместить стаканчики. Мелочь держать. Здесь у нас более такой большой бардачок. Тоже для стаканчика. Для всяких штучек. Здесь вот лежит как раз секретка для колес. Вот она секретка для колес лежит. Вот такая вот она. Ни в коем случае ее терять нельзя. Если ее потеряете, можете потом колеса не открутить. Короче, головняк будет большой. Кожа. Мне нравится кожа. Кожа добротная. Ничуть, как вы видите, не потерлась. Музыка, динамики. Автоматически стекла опускаются. Поднимается. Хорошо. Обшивочка нормальная. И есть люк. Нажимаем. Очень хорошая штука. Люк. Потому что иногда, когда пасмурно, открываешь этот лючок. Вернее, вот эту вот шторочку. И как-то не так в машине. И как-то в машине становится посветлее и поприятнее. Закрывается все. Так, ну, выключим. Все, машинку выключили. Очень хорошая шумоизоляция у машины. Самая лучшая из всех машин, на которых я ездил. Ну что, проедемся еще. Мне нравится ездить. Потому что во время езды ум работает совершенно по-другому. И ты как-то отвлекаешься и отдыхаешь. Потому что работа с информацией, она совершенно по-другому заставляет работать твою голову. А ей надо дать какой-то отдых. Подлокотники регулируются, убираются. Можно вот так. Можно так. Можно так. Можно так. Очень хорошо. И удобно. Как этот, так и этот. Подстраиваются под любые габариты водителя и пассажира. Итак, немножечко назад. Сдаем. Прекрасно переключается передача. И поехали вперед. Мягко дует климат-контроль. Когда музыка он совсем не слышен. И мы передвигаемся и по асфальту, и по пересеченной местности. Тесле солнышко. Зашторим. Шторку. Салон мне нравится. Светлый. Во время езды на дальнее расстояние со светлым салоном гораздо меньше устаешь, нежели в темном. И проедемся еще немножечко. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой автомобиль, он предрасполагает к такой неспешной, уверенной езде. Вдобавок, машина большая, вы не боитесь каких-то осложнений. Все, если что-то происходит, это у вас там под ногами. Поэтому ездите смело. Но у вас доля разума. Видите, спокойно съезжаем на обочину, едем, уступаем маленьким автомобильчиком, чтобы они не поломали свои малюсенькие колесики. А наши колесища проедут везде. И на кучках, на любых выбоинах, вот как сейчас, допустим, вот хорошие довольно-таки выбоинах, и ямах. Они спружинят, срессорят, и вы не ударитесь оба там. А край ямы и не пробьете колесо. Такое часто бывает, даже у меня было. Когда на одной из машин, для того, чтобы она красивее смотрелась, я поставил низкопрофильную резину. И на одной из ближайших ям, причем это было довольно-таки далеко от дома, я пробил колесо. Пришлось менять, шел дождичек. Крайне неприятно было. Вот мы едем по городу. Приятно. Хорошо себя чувствуешь. Заворачиваем. Все рычажки работают. Исправа, видите, сами отщелкиваются, сами прищелкиваются. На руле у нас регулируется громкость музыки. Громче, тише. Перещелкиваются песни, перещелкиваются радиостанции. Т.е. никуда тянуться не надо особо. Вот очередной. Выберем. Видите, как проехали? Легко и просто. Если раскачивают, включайте подвеску на спорт. И вот эти вот боковые качания значительно уменьшаются. Лежачий полицейский преодолен. Едем мимо стадиона, который превратился в блошиный рынок по субботам-воскресеньям. Куча машин. Все торгуют. Как вы слышите, шумоизоляция в машине великолепная. Это очень важное качество при езде на дальнее расстояние. Потому что если в машине шумит, нет кондиционированного воздуха, надо открывать окна, то сразу же шум от улицы, пыль и прочее-прочее, они, конечно, начинают утомлять. Тем более, когда вы едете не один час, а часу пять-шесть. Это сказывается на вашей утомляемости. И посадка. Мне нравится посадка. Вот она, как на стульчике вы сидите. И в итоге вы встаете гораздо меньше, нежели когда вы в седане разваливаетесь, как-то едете. Легко ускоряется. Если надо обогнать, обгоните. Вот пропускаем маму с ребенком. Дорогу на переходах. Поворачиваем направо. Чуть прижали, чтобы успеть на зеленый свет на светофоре. Теперь на мосточек. И еще обращаю ваше внимание на шумоизоляцию в машине. Тихонько. На комфорт вам здесь прохладно. Лично я люблю прохладную температуру. Чтобы тонус был, потому что жара расслабляет. Вот. Что еще сказать. Конечно, машина фильтрует воздух. Но, тем не менее, фильтры здесь не такие уж классные, как в седанах. И немножечко так пыли проходит. Но это накапливается недельки через две. Так что незаметно происходит. Просто я уже как знаток этого автомобиля рассказываю о таких вот нюансах. Не совсем, как бы сказать, хороших. Это уже идет избалованность. Переезжаем через переезд. Бегут пешеходы не там, где надо. Сами были мальчишками, надо уступать. Достопримечательность нашел. И поехали. Немножечко поддавим. И машинка бежит. Вот, старушка не спеша. И старушка не успела перейти. И. Тормозим на переезде. Мягенько. Раскакиваем. Знаете, так. Оп, оп, оп. И едем к себе домой. В норку. Здесь дворники включаются автоматически, как только начинается дождь. Первые капли дождя уже начинают работать. Срабатывают датчики. И стекло очищается. Точно так же свет начинает темнеть. Фары включаются автоматически. Ближний свет очень хороший. Далее здесь дисплей переключается на ночной режим освещения. И ничего не бьет и не режет глаза. Вот. Еще тут освещение дисплея у всех такое. Зелененькое. Которое не раздражает глаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это уже проверено Настройки для двух водителей Настроили, запомнили Вот такая у меня настройка была О, все тут сделалось Теперь прошу обратить внимание На то, что сейчас будем заезжать в гараж Свет включится сам И здесь, естественно, дисплей Тоже включится Сам Перейдет на ночное освещение О, собачка Заезжаю В затененную часть Заехали, заехали, встали Кстати, здесь парктроники сзади Что очень удобно Загорелся Свет ближний Вот он загорелся Ближний свет И Как вы видите Включилось Освещение ночное Что очень приятно Ничего не надо Самому регулировать Значит, освещается При Высадке Да и вообще освещается Вот маленькими лампочками Рычажки На дверях Чтобы выходить Здесь имеется Тоже, смотрите, вот Свет Чтоб неполная темнота была Ну вот И все, что я Хотел бы рассказать Об этом автомобиле Следующим у нас будет Автомобиль ЛС 430 Это уже седан Выключаем Свет Продолжение следует...